Моя родина Сибирь необъятна велика, как жених, так и богатырь, а как невеста, так и ягодка. О грушах поговорили, не о всех. Потом я познакомлюсь с этой удивительной грушей, которая в этом году примерно даст 12 ведер. Австралийская груша на то, что мы называем на подвой груш. А немножко еще о яблонях, причем ни о чем попало. Помните, я виноват, что вы меня... Ознакомьте с вашими сортами. Антоновка обыкновенная. Честно не знакомить, с Антоновка, как Антоновка. Антоновка, вот, она даже, хоть еще долго ей висит, но она уже начинает даже слегка белеть, как бы становиться еще вкуснее. А сейчас посмотрим, ага, нет, не тут. Нет, вот закончим его вот тут, вот этим вот, но это постепенно. Дело в том, что этот участок был прикуплен в 15-м году. Вот, опять обманули. Опять пришла посылка из Крыма. Прежде чем умер, пока не умер, единственный саженец, все погибли, персики тут же погибли. Так, яблони тут же погибли. С одного удалось взять веточку, привить эту веточку, потом саженец погиб. То есть все 12 мертвы, как и следовало ожидать. Посылка из Крыма в Сибирь. А на то единственное оказалось Голден Делюшес. И у меня, по-моему, снова неудача. Это никакой не Голден. Но попробуем на вкус, может быть, все-таки хоть что-то путнее приобрели. Вот, и вот это не Голден. Хотя на бирже было написано, когда членки пришли Голден. А Сергей уже обобрал ее. Это такие были веселья. В этом году мелкие. Ну-ка, потрясу. Да, 400 грамм. А я уже привык к 500 граммам. Вот. Упал. Ну, этот на 300 тянет. Да, где-то 300. Вот этот тоже не Голден. Но я сильно не обижаюсь, потому что, представьте себе, первый урожай. 500 грамм, 550. Чернобаеву веточку дал. У него еще крупнее, до 600 грамм. Вот. И вкусные, и легкие обманули. Но это как место, допустим, в Chevrolet, Lexus подсунули. И никто не обижается. Так и тут. Так, а куда я забрался? Так, а что у нас, ребята, в рюкзаках? Сейчас. А, вспомнил. Значит, в данном случае это. Он уже тоже обобран. Я вам на том участке, в предыдущем фильме, показывал, бирка-то висит розмарин, и тут висит розмарин. Но дело в том, что вот они последние яблочки. Самое лучшее уже гости разобрали. Никто не мешал. Вот, я рассказываю как анекдот. Приезжают пять человек. Всем семейством. Хозяин копает с моим Сергеем саженцы, остальные расползаются по саду. И набивают карманы, сумки. А я только радуюсь. Славу разносит. И вот получилось, вот это вот, только не крупные остались розмарины. Но на этот год их обошел по красоте, по крупности впервые. Сам не ожидал, что значит дикая жара. Вот. И впервые обошел, обошла бельфер китайка. Я не собирался ничего снимать, я показывал ее. Плоды были вот такие вот. Это тоже бельфер китайка. Сало, как сало, что их пробовать? Это второе дерево. Ну, есть вот что получше, но не очень. И вот это дерево такие же были. Внимание. Прошло еще месяц, как я сделал это. Съемку, фотографии. Смотрим. А так как это все-таки остатки, не впечатляют. Давайте посмотрим очередное ведро. Тут тоже не сильно впечатляет. Тогда поднимаем последнее. Внимание. Впервые я держу такие яркие. Видите? Бельфер китайки. Впервые. Вот он, настоящий Мичурин. То есть, такую он держал в фильме. Актер, изображающий Мичурин. Вот такую держал в фильме. Сейчас закончу съемку, еще и сфотографирую. Одна такая. Вторая почти такая. Третья такая. Ну, и как вам бельферы? У них есть особенность. Вот такая вот у них. Она как бы, как сказать-то. У меня левая рука трясется. Вот их форма. Запомнили. 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 Вот их форма. Так. И на дереве они еще повисят. Я надеюсь, упадут те, которые еще краше. И плохо видно. В крови не посмотрели. Беру это ведро. Вот, наконец-то, бельфер китайка достигла не с первого года. Это примерно третий урожай. А я ее посадил где-то лет шесть назад, семь. Два этих саженца мне подарил на обмен, конечно, чернобаев. Так. Вот хожу мимо персиков. Подумаешь, какие-то персики. Персика, персики. Еще особенного, да? Ну, я про них уже вам рассказывал. Единственное, что они стоят еще вот эти под тысячу рублей. Вот. Разбирай. Налетай, пока подешевела. Вот. А уже через... Вот это мы уже полтора года. Вот. Да? Вот. Как я буду прятать от мороза? Контрольное я не прячу. А это молодежь прежде, чем продать. Осенью никто не хочет брать. Нет. Пока есть желающие на шесть штук. Остальные еще нету. Может, осенью еще купят. А нет. Потом специальное укрытие набью кольев и эти положу на бок. Сверху кольев застелю просто этим самым паласом. Это мой метод. Так. Ну, что еще показать? Снова возвращаемся откуда начали. Начали мы отсюда. Вот. Антоновка обыкновенная лежит. Уже косы попорчены. Никто их не собирает. Зажрались. 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 Вот. Так никому она и не нужна. Вот. Потому что они зимние. Их надо лежать. Всю зиму, чтобы лежали. А уже с осени так наелись. Уже все воротят сказать, что. Вот. Ну, а дальше смотрите сюда. Вот видите. Вот это были дикие. Уссурицкие груши, семечки. Вон это все вернулось в сад. Никаких уборок в саду. Наоборот, все обратно в сад. Все обратно. Поняли, да? Надеюсь, вы меня поняли. Остану согнить. Вот это все. Ну и пусть знеет. Какой-то странный человек. Я уже знаете как. Я когда слово странный, сразу вспоминаю анекдот. Знаете какой? Вот. Доктор, помогите. Да что такое? Женщина жалуется. Да я все хочу и хочу, хочу и хочу. Ха. Надо же. Странная вы женщина. Вот, вот, доктор. Задайте мне справку, что есть странный. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok